Книга «Открытым оком. Тема женщины. Третий том. Вопрос 1135. Вы говорите, что женщина не должна стричь головы. А можно ли делать прически на длинные волосы, украшать их и укладывать, используя услуги парикмахерских? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. 1 Коринфянам 11.14. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала? 1 Петра 3.3. Да будет украшением вашим ни внешнее плетение волос, ни золотые уборы или нарядность в одежде. 1 Тимофею 2.9. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою. О волосах много говорит в своих проповедях Иоанн Златоуст, осуждая всякие виды завивок, и даже просто распущенные по плечам волосы, и добавляет, почему бы тебе их не оставить в покое. Но иногда красивые волосы женщины служат и ко благу. Иудифи 10.3. Здесь она сняла с себя в ретище, которое надевала, сняла и одежды вдовства своего, омыла тело водою и намастилась драгоценным миром, причесала волосы и надела на голову повязку, оделась в одежды веселья своего, в которой она наряжалась во дни жизни мужа своего Моносии. Иудифи 16.8. Украсила волосы свои головным убором, надела для прельщения его льняную одежду. Иоанн Златоуст обладал великолепным воображением, как и Василий Великий. И они говорят, что назначение волос – прикрыть безобразие черепа. Парикмахерские нужны только для мужчин и только для острижения волос на голове, не на бороде. Все остальные отделы парикмахерской должны быть закрыты.